Обстоятельства другой аварии, в которой погибла 6-летняя девочка, серьезно пострадали двое детей и их мать, продолжает расследовать следственный комитет. Уже выяснено, из-за чего виновник ДТП сбежал с места происшествия. Сейчас мужчина находится в следственном изоляторе. Вопрос о его заключении под стражу будет решен в ближайшее время. Слово Динарии Ганеевой. Авария произошла без 15,6. Было еще светло, а снегопад к этому времени уже закончился. И по словам сотрудников ГИБДД, дорога не была скользкой. Что стало причиной страшного ДТП? Теперь будут разбираться следователи. Водитель позже признается, дорогу на улице Светловская знает хорошо. Пешеходов он просто не заметил. Банально потянулся за сигаретами. И на скорости сбил женщину с тремя детьми. Они переходили дорогу. 53-летний Аладдин Горчуев за рулем не новичок. Права получил в 99-м. Но с места происшествия он скрылся. Бросил машину в ближайшем дворе. Полицейским решил сдаться только спустя несколько часов. Я остановился. Сначала ждал. Ну как бы вышел. Где-то 3-4 там. Смотрю, там машина становится. Я просто побоялся, что там меня просто там. Могут взорвать там на куски, как говорится. В реанимации оказались полуторагодовалый малыш. Мальчик трех лет и молодая женщина. Шестилетняя девочка скончалась на месте. Это ее мама за несколько минут до аварии забрала из садика, чтобы отвезти на тренировку. Девочка занималась фигурным катанием в спортшколе. Разряд юная фигуристка получила досрочно, в 5 лет. Отзывы тренеров только положительные. Очень целеустремленный ребенок. И она именно понимала, что она зачем пришла, что делать будет. Один из лидеров. Звездочка. С очень светлой ясной головкой. Девочка работала на совесть всегда. Ей это очень нравилось. Пешеходный переход, где произошла страшная авария, обсуждают в соцсетях, называя опасным. И не без оснований. Микрорайон вырос, поток машин увеличился. Но не должного освещения, не лежачих полицейских здесь по-прежнему нет. Нет ни тротуаров, чтобы мы шли. Мы живем на Архипископе Сильвестра 17. Тротуаров нет. Мы идем по дороге. Детей ведем в школу с грудничками, идем в больницу. Нет ни светофоров у нас здесь. Никаких ограничителей, чтобы машины не неслись. У нас здесь, особенно вечером после школы, вообще не пройти. Здесь опасное место. Здесь постоянно машины на большой скорости ездят. И поворот как раз перед остановкой. Машины выворачивают. И если гололед, то как раз могут попасть на остановку. Занести их можно. Водитель сейчас находится в отделении полиции. Готовится ходатайство о его заключении под стражу. Возбуждено уголовное дело. За жизнь пострадавших в ДТП борются врачи. Состояние у пациентов тяжелое. И медики не дают прогнозов. Тренеры отделения фигурного катания, где занималась погибшая девочка, открыли сбор средств в помощь семье. Реквизиты счета вы сейчас видите на своих экранах. Динара Ганеева, Евгений Русенко. Новости здесь, Омск.